Ну что, музей открыт. Когда корабль отправляется в плавание, по традиции, а его борт разбивают бутылку шампанского. Музей шоколада начал отсчитывать свою историю с торжественно разбитой шоколадной вывески, вкусные части которой за несколько секунд были продегустированы гостями праздника. Здесь, в одном помещении, площадью 180 квадратных метров, разместилось несколько десятков экспонатов. Общей массой практически полтонны шоколада. Каждый человек, который слышит слово «шоколад», невольно улыбается. Очень хочется, чтобы было больше поводов для улыбки. А то у нас погода, то жарко, то холодно, то туфли жмут, то цены на бензин поднялись, или в футбол кто-то проиграл. А когда звучит слово «шоколад», оно объединяет всех улыбкой. Вот поэтому и миссия наша – мы творим добро. В сопровождении приятной, расслабляющей музыки брещане знакомились с уникальными шедеврами, картинами и скульптурными композициями. Сдержать себя было трудно. Несмотря на то, что экспонаты съедобные, трогать их руками запрещено. Для желающих угоститься эксклюзивной шоколадной конфетой ручной работы был выделен специальный стол. Автор всей этой экспозиции – белорусский шоколадье Николя, который с удовольствием рассказал, откуда у шоколадного мастера появляется муза и что значит творить. Когда есть желание и настроение, ты можешь за один вечер натворить много чего-то интересного. А мысли, что ты делаешь, они приходят на самом деле внезапно. То есть ты можешь сидеть, повидеть что-то и там опа. У меня обычно возникают мысли, когда я прихожу к кому-то в гости, вижу красивую фигурку и думаю, опа, надо это срочно сделать. Мы делали разные работы, разные сложности, чтобы всем было интересно. Некоторые работы, которые здесь представлены, недоработаны вообще. Если вы видите клюшку, которая совсем недоработана, недоклеена, мы сделали специально, чтобы изначально, когда вы зашли, вы увидели, опа, что это такое? Обычный шоколад, чтобы понятно было, что это на самом деле шоколад, а не что-то завуулированное. Внимание посетителей выставки было приковано в первую очередь к уникальным картинам, рамки, багет и краски для которых также из натурального шоколада. Некоторые посетители, особые ценители художественного искусства, углядели в картинах чудесную схожесть шоколадных копий с оригиналами, которые сегодня хранятся во всемирно известных галереях. Во-первых, это моя любимая картина. Я ее видела в Дрездене несколько лет тому назад. Сходство вообще удивительное, просто удивительное. И закладочка там купила за один евро, теперь закладываю в книжки, когда читаю. Просто удивительно. В Бресте шоколадный музей пробудет до 5 октября. Однако организаторы немного приоткрыли завесу и рассказали нам, что, возможно, музей в Бресте обретет статус постоянного, и у города над Богом будут свои шоколадьи. Продолжение следует...